Пятидневное паломничество в Южной регионы России совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. А началось оно с литургии в Кафедральном соборе города Волжского, Волгоградской области. К управляющему Нижегородской митрополии сослужили епископ Калачевский и Паласовский Иоанн и архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий. Те, кто пришли, кто случайно пришел в храм и застал такое торжественное богослужение, радостью людей, такое чудо маленького в их жизни. То есть они пришли просто на богослужение и вдруг оказалось, что вот тут такое торжественное. Богослужебное песнопение исполнил сводный хор студентов Нижегородской духовной семинарии и воспитанниц Центра подготовки церковных специалистов Покров. Молодые люди приехали вместе с Владыкой Георгием в двухдневную паломническую поездку в Волгоград. Всего в составе молодежной делегации 90 человек – студенты, выпускники православных гимназий. Многое читал про Сталинград и про Дом Павлова, и про снайпера Зайцева, и многих других, которые совершали свои подвиги. Сейчас воочию мы вместе с нами, молодыми людьми, и наших учебных заведений духовных, и наших университетов приезжаем сюда, чтобы почтить память наших предков, ну и чтобы и сегодня дух наших воинов не скудевал в своей ревности, мужестве и крепости. По сравнению с Нижегородской епархией, которая в этом году отмечает 350-летие, Калачевская епархия с центром в городе Волжском совсем молодая. Она была создана в 2012 году путем выделения из Волгоградской и Камышинской епархий. В этом году 10 лет наша епархия отмечает, как именно Калачевская. Но вообще, вот именно на этой земле была основана епархия при непосредственном участии и благословении святого Александра Немского. Именно он пришел к Ханнберге в 1261 году. Вот в прошлом году было 760 лет основания Сарайской епархии, и этот центр совсем недалеко отсюда находится, в 30 километрах. Епископ Иоанн поблагодарил высоких гостей за визит и совершенное богослужение. На память о пребывании в городе Волжском он подарил митрополиту Георгию и архиепископу Димитрию книги о старинных храмах Калачевской епархии и о священниках, пострадавших во время гонений на церковь. Митрополит Георгий поблагодарил за подарок и преподнес епископу Иоанну икону преподобного Серафима Саровского с частицей его святых мощей. Небольшие иконки батюшки Серафима получили и все прихожане, присутствующие на божественной литургии. 200 дней и 200 ночей здесь продолжались бои. Земля здесь была вся покрыта металлом. Только металл и тела убитых солдат. Сталинград, ныне Волгоград, это символ героизма для всей России, символ героизма для всего мира. И случайно именно отсюда, с этого святого места, началась паломническая поездка молодежи Нижегородской епархии. Два дня 90 молодых людей пребывали в Волгограде. Паломническая поездка для студентов среднеспециальных и высших учебных заведений Нижегородской духовной семинарии, воспитанниц Центра подготовки церковных специалистов Покров и выпускников православных гимназий проходила при поддержке правительства Нижегородской области по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Такая идея появилась, конечно, не откликнулось очень много людей. И мы поначалу получили очень много заявок, что пришлось, конечно, в процессе выбирать из большого количества людей ту небольшую группу, которая с нами приехала, 90 человек. Конечно, когда они услышали, что мы поедем в Волгоград, место боевой славы, куда, наверное, каждый хочет съездить, посмотреть, прикоснуться к этим местам, вспомнить былую славу. Ну и, конечно, помолиться за всех, кто здесь защищал нашу Родину, благодаря которой мы, собственно, и живы. И очень важно и нашему молодому поколению не только из книжек или из кинофильмов знать этот подвиг, а приехать в эти места боевой славы, самому погрузиться, то время ощутить, а с другой стороны отдать дань памяти. На Мамаевом кургане война воспринимается не как нечто далекое. Здесь все работает на чувства человека. Начиная от музыкального сопровождения и истории конкретных людей и их подвигов, заканчивая запечатленной в камне историей жесточайшей битвы всех времен и народов. От подножия Мамаева кургана до его вершины каждый посетитель отсчитывает 200 ступеней – число дней Сталинградского сражения. Я ни разу здесь не была, и ощущение невозможно передать, потому что чувствуется какая-то благодать земли. Патриотическая песня в голове звучит всегда. Россия, Родина моя, Одна такая ты на свете, Родная русская земля, Твои любимые мы дети. Один из самых трогательных моментов – возложение цветов к вечному огню в зале воинской славы. На его своде гвардейская лента с надписью. Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас. Но все мы выполнили свой патриотический долг предсвященной Матерью Родиной. На стендах высечено 7200 имен. За конкретными фамилиями более миллиона погибших защитников Сталинграда. Посетить место, где упокоилось, как мы узнали вчера, больше миллиона солдат, возложить цветы, возможно, попросить, как говорят, что люди, которые умирали на войне, они как мученики. То есть попросить у этих людей, которые, я во всяком случае надеюсь, которые сейчас на небе, чтобы они как-то помогали тем, кто сейчас на земле, в этой ситуации. Вот. Это тоже, ну, очень и в плане патриотичности, и в плане каком-то таком вот личном, ну, важно. Мамаев Курган. Когда-то археологи взяли один квадратный метр этой земли и исследовали. Оказалось, что там от 500 до 1200 осколков в каждом квадратном месте земли. Как там выживали люди, наши воины? Сколько жизней там отдат? Какой кровью полита эта земля? Она святая. После Мамаева Кургана музей-панорама «Сталинградская битва». Каждый экспонат музея уникальный. Винтовка снайпер Василия Зайцева. Залитые кровью комсомольские партийные билеты. Иконы жителей осажденного города. Стол, за которым допрашивали плененного в Сталинграде генерала Паулюса. Сильное впечатление производит панорама. Огромное полотно, на котором январские бои 1943 года за вершину Мамаева Кургана. Меня поразил подвиг связиста, который, чтобы восстановить связь, зажал провода своими губами. И тем самым донес вести от командования Красной Армии. А сам при этом погиб. Люди бесстрашно до последнего убились. Надеясь на победу. Это меня и поразило. Программа первого дня паломничества нижегородской молодежи в Волгоград завершилась встречей с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. Открывая ее, владыка поделился своими впечатлениями о посещении Мамаева Кургана. Он рассказал, что лично был знаком с одним из участников Сталинградской битвы, позднее ставшим духовником Троицы Сергиевой Лавры, архимандритом Кириллом Павловым. Он мне сказал, что больше месяца он спал в степи на снегу в полушубке. Он говорит, я так проморозил свое тело, что до сих пор мне холодно и я не могу согреться. Особо владыка Георгий остановился на вопросе восприятия победы. Он отметил, что наши предки победы приписывали не себе, а Богу. И только в годы Великой Отечественной войны и после нее все победы приписывались исключительно человеку и народу в целом. Между тем многие фронтовики рассказывали, что на войне не было атеистов и что без помощи Божией не было бы и Великой Победы. В завершении встречи владыка Георгий посоветовал молодым людям любить свою страну и делать все для ее развития. Митрополит смотрит прям вот как-то современным взглядом, то есть он как-то подходит к вопросу вот прям более тонко. То есть вот вчерашняя встреча, которая, она показала это, что когда спрашивали, есть вопросы, и все молчали, потому что, ну, те люди, которые уже ответили, ну, можно сказать, мы и хотели эти вопросы задать. Но он более открыто, он как-то вот, ну как, более разборчиво он объяснил вот ту или иную проблему. И, честно, встреча мне очень понравилась эта. Второй и заключительный день паломнической поездки молодежной делегации во главе с митрополитом Георгием начался в Кафедральном соборе Волгограда. Нижегородцы привезли с собой святыню, икону преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей. Она была специально написана для Волгоградской епархии. Образ преподобного Серафима, который сегодня прибыл к вам сюда, в Волгоград, надеюсь, всегда будет почивать в Кафедральном соборе, радовать и учешать всех, проходящих к нему, врачевать свои души, учешать свое сердце, очищать себя от греха. После молебна с Акафистом батюшке Серафиму владыка Георгий совершил божественную литургию. Вместе с прихожанами на ней молилась нижегородская молодежь, а песнопение исполнил сводный хор Нижегородской духовной семинарии и Центра подготовки церковных специалистов Покров. После литургии для молодежи была проведена экскурсия по Кафедральному собору и по центру города. По окончании ребята обсуждали поездку, кому-то она просто понравилась, а для кого-то стала настоящим открытием нового мира, мира православия. Наряду с воцерковленными студентами в группе были люди далекие от церкви. Возможно, люди, пообщавшись с владыкой, пообщавшись с людьми воцерковленными, как-то будут поближе к церкви, немножко перестанут этого пугаться, увидят это изнутри. И для них, и в том числе для тех, кто входит в церковь, это будет ценный опыт, опыт общения, и, возможно, в дальнейшем кому-то это поможет. То есть люди будут знать, что можно пообщаться с батюшкой, что в сложной ситуации можно будет к кому-то обратиться. За эти дни все успели сдружиться, а кто-то обрел духовного наставника. Клирики Нижегородской епархии сопровождали группу в течение всего паломничества. 90 девушек и юношей из разных уголков Нижегородской области увезли из Волгограда не только яркие воспоминания и эмоции, но и телефоны новых друзей. Хочу сказать главное спасибо. Очень интересная поездка получилась. Село Круглые Паны в девяти километрах от Дивеева. Здесь восстановлена, возрождена, возвращена из руин старинная церковь. Чин великого освящения храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в селе Круглые Паны совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Если мы посмотрим с вами на это село, то увидим, что здесь еще два храма есть. И храм Успения Пресвятой Богородицы, и храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворцев. О чем это говорит? Что это село некогда было весьма благодатным, многонаселенным, и жители этого населенного пункта смогли построить три храма. Во славу Божию! Возрождение Казанского храма началось в 2011 году. 4 декабря 2012 года в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы в церкви была совершена первая божественная литургия. Я приехала, развалено было. Все развалено было. Этот склад был зерновой. После склада опять все. Склад другой сделали, и все развалили. И начали только одна вот эта вот коробочка была, а остальное все поделывали. При нас он открылся, этот храм. Ходили сюда все, помогали. Вот и выносили там тут все и мусор, и помогали в строительстве. Я приходила сюда, вот с дочкой сюда. Мы помогали и мыть, вот, к примеру, там после рабочих. Сейчас в селе около ста жителей, которым очень нужен храм. Все мы не дождемся, как в церкви пойти. Вот, 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 нынче день. Я бы не могла встать, у меня голова болит. А это я встала, думала, мне надо идти. Вот, прям, я иду, как это, на крыльчке. В новоосвященном храме глава Нижегородской митрополии возглавил божественную литургию. По окончании богослужения всем прихожанам были розданы небольшие иконки Пресвятой Богородицы Казанская. В истории села один день – это маленькая часть, страничка. Однако возрождение храма, архиерейская служба – это целая глава. Недаром чин называется обновление храма. Это обновление всего села.